всем привет друзья с вами канал alex pro и в этом видео я расскажу вам о том как устанавливать игры с андроида на компьютер кто-то быть может скажет зачем мне это нужно но ситуации бывают разные там или планшет там потерялся разбился там на зарядке да или просто планшет не тянет уже новую какую-нибудь игру подобные программы называются эмуляторы то есть позволяющие играть на компьютере в игры с консолей там xbox playstation и так и также получается мы можем использовать и android приложения и так программа называется но x player программа создает оболочку планшета ну или телефона как вам будет удобнее называть из по сути мы получаем один планшет на нашем компьютере то есть оболочка все то же самое как будто бы держим в руках живой планшет здесь есть дополнительные опции давайте возьмем на полный экран показывает что у нас есть подключение вай фай заряжается как бы батарейка наше время и установленные наши приложения вот битва замков shadow fight 3 вот смотрите приложение можно устанавливать как с play market а так можно их устанавливать и при помощи apk файла погружая его в папку или вот сюда вот загрузить apk файл то есть как вы видите есть папка желтенькая да так ну давайте откроем наш shadow fight так загрузка кстати происходит примерно так же как и на обычном планшете то есть скорость загрузки такая же давайте посмотрим короткий ролик такой дяденька с выпущенными глазами еле поднимает меч нахал такой хеаа сразу там одним ударом несколько человек воздух поднял какой-то птутник там да идет смотрит что-то там летает какие-то врата табличку давайте поставим ее сюда раз и засветились глаза ну давайте все-таки посмотреть уже а перейдем непосредственно к игре и так shadow fight 2 представляет собой классический файтинг то есть удары руками ногами передвижение там различные комбинации опять лишь направление движения и ударов руками и ногами давайте немножечко посмотрим все таки еще проведем небольшой обзорчик этой игры раз уж мы затронули именно shadow fight и так вот мы начинаем тут наша тренировочная комната и а вот так вот прыгаем сальто назад прям акробат на на все шинкует вообще колбасу по полной программе на на и ногами и коленами прям боец высшего сорта так сказать так давайте посмотрим наше менюшечку что тут у нас есть различные можно выбрать прохождение там оружие давайте посмотрим оружие различные комнаты игровые итак оружие здесь первый вот видите уровень первая звезда это вот костеры в данном случае у меня сейчас ножи стоят это мне не нужно роботом покупаем одежду оружие выбор большой одежды выбор большой поэтому есть смысл собирать немножечко денежек и покупать что-нибудь стоящие здесь также вы видите умения супер удары так это не нужно потому как я только начал играть в принципе ничего нет так давайте начнем бой бой против рыси рысь это босс нас тут предупреждает что мол не стоит с ним связываться наваляют по полной программе так ну вот как вы видели я уже одному победил теперь кирпич такой вот серьезный мэн здоровый панк с дубинками сейчас кирпичу быстро вломаем и ногами будем его пока я работаю только лицом спиной как вы уже успели заметить да головой вот смотрите руками немножко работает вот немножко протираю пол так много теперь надо кирпичу немножко дать на это я специально вы видели да как бы я сделал вид как будто бы я такой очень слабый кирпич меня поэтому легко побил так а вот теперь кирпичу достанется очень серьезно на я тут вообще умею такое делать кирпич будет потом плохо спать после такой серьезной трепки у меня черный пояс по карате сам лично его красил на получай кирпич прям как ван-дамо тебя видел вообще круто ну кирпич в виде тоже мама парень не промах и дубинками лупит похлеще чем я с этими тесаками но тем не менее даже с таким перевесом техническим скажем так в оборудовании кирпич получил хорошенькую трепку примерно четверть жизни у него все-таки выкосил ну этого недостаточно чтобы соответственно победить просто царапина вот такое достижение дали так ну давайте возьмем какую-нибудь другую игру вот есть опция сворачивания ну такие на планшете просто сворачиваем можно посмотреть какие запущены у нас приложения опять же сюда если нажмем так здесь у нас есть еще вот такая вот игра битва замков онлайн игра стратегия по сути с элементами rpg или rpg с элементами стратегии так что тут все так срослось что уже точно не скажешь стратегия все таки это или rpg так ну вот вы видите экрана за это новости это понятно всякая фигня показывается закрываем ее так войдем какую-то награду нам хотят дать ну собственно это тоже у меня не основной аккаунт поэтому здесь ничего не построено герои слабенькие собственно я сказал первый только герой обучающие миссии мы тут только прошли так нажимаем на весь экран и на весь монитор у нас разворачивается картинка приближать и удалять как бы увеличивать уменьшать масштаб очень легко при помощи колесика мыши и клавиши control зажимаем control и приближаем удаляем также можно выставить эмуляцию нажатий при помощи джойстика такой вот вариант джойстиков и при помощи клавиатуры основной скажем так более востребованный вариант использования именно клавиатуры вот такую берем это в основном ставится на крестовинки когда есть крестовинка там ударов крестовинка допустим движений ну вот сюда поставили как бы работает вроде но немножко некорректно потому как эта игра на скажем так без подобных кнопок и вот эта крестовинка она ставится именно крестовинку там в различных файтингах ну собственно давайте да в файтингах в лодочках давайте кстати попробуем поставить на файтинге даже не поставить а просто посмотреть как выставлена у нас настройка вот как выбираются здесь эти кнопки вот так нажимаем в бой вот так нажимаем в бой потому как собственно эти кнопки у нас и идут в бою так выбираем еще раз кирпича так отлично первый раунд и значит смотрите у нас есть вот крестовинка это сейчас я вот двигаю да вот кнопочки и направление на крестовинке меняется конечно я могу просто нажимать мышкой на удары рукой там или ногой вот крестовинку могу просто повращать как мне удобнее было бы а можно просто выставить настройки ну вот у меня сейчас стоят кнопочки так кнопочка а давайте поставим ее к примеру на паузу будет у нас вариант но пусть будет спейс пробел сохраняем и теперь когда я буду нажимать пробел у меня будет нажиматься кнопочка на игранчике вот пауза так второй раунд и вот я уже секундочку пауза пробел отлично fight уже спокойно вожу там вот удары руками ногами по полной программе так ну что ж на этом пожалуй все если вам понравилось это видео и то как кирпич избивал тень ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал а будут вопросы пишите их в комментариях пока пока